Еще о чем нужно быть осведомленным или что нужно, как сказать, охранять? Это дом, дом человека, это его территория. Будь у вас дом, либо квартира, он принадлежит вам. Поэтому он находится, дом находится под вашей властью. И то, что Бог хочет от мужа, чтобы муж обеспечивал, это святилище, святое святых. Когда я выехал за пределы Америки, я пересек границы, я проходил таможни. И проверяли мои документы, могу ли я вообще быть в стране. И переехал я в Украину, тоже мои документы проверили. Если у меня привилегия, если у меня право быть в стране, не попытаюсь ли я, допустим, правительство свергнуть? И не ввожу я с собой что-то, что будет представлять угрозу для правительственной экономики, либо даже для самих людей, какой-то вирус. Поэтому таким же образом ответственность лежит на муже, защищать то, что входит в дом. Говоря духовно, у нас есть власть не давать духам входить внутрь, но держать их на расстоянии вне, извне. И то, что часто бывает, мужья позволяют входить внутрь, это разочарование. Входить в семью, и так, чтобы это потом оказывало влияние на семью. И у мужа, может быть, какой-то конфликт с боссом, с начальником, либо недостаточно он зарабатывает, и он разочарован этим, либо какие-то другие разочарования в жизни. И муж должен стоять на страже, в том, чтобы это не привносить в семью. Так же самое, как на нас какой-то вирус повлияет, мы будем заряжены каким-то вирусом, мы внесем этот вирус в дом, в семью, и потом это повлияет на всех. И можно сказать, мы можем быть этим аналогом, этим доктором, который оперирует больного. Но прежде чем доктор придет к следующему пациенту, либо даже вернется домой в семью, доктор полностью как бы омывается, смывает все с себя. Одевая чистую одежду, можно сказать, другой вид одежды даже. И мы в качестве мужей должны это делать. Я верю, что это заповеди на основании Писания, хотя нету какого-то явного ссылки или стиха в подтверждении этому. Но если у нас будет такое мышление, прежде чем мы пересечем эту линию, это порог нашего дома, нашей семьи, это похоже на то, как мы пересекаем границы одной страны в другую страну, проходим таможню. И Бог говорит, можешь это с собой взять, любовь Божью можешь с собой взять, можешь взять с собой мир, можешь взять обеспечение, но тебе нужно оставить разочарование за пределами. И как говорила Кэрон о том, что мы все разделяем, можно сказать, в своем разуме, по различным комнаткам распределяем, закрываем. Помните об этом, вчера говорила Кэрон? Я верю, что это уникальное качество, которое Бог дает мужчинам, мужьям, иметь эту способность сказать, я оставлю это разочарование на работе, и не внесу это в семью. И я не имею в виду то, что он должен быть каким-то нереальным в том, как он относится в семье. Но нам нужно стать полицейскими своего дома. И охранять, не позволять каким-то духам противоборства, разочарование, гнева, и возможно всего такого проникнуть. Это очень важно. И снова, когда Кирк говорил, то я вспомнила что мы, как помощники, хотим знать, каковы же эти разочарования. Единственное, чего мы не хотим, это быть оскверненными этими разочарованиями. Потому что нет ни одного мужчины, который бы имел такое мышление, типа, так, иду домой, больше ничего не расскажу, жена ничего не будет знать, что у меня происходит, что за разочарование. И поэтому об этом говорил Кирк, о том, чтобы быть настоящим, быть реальным. Вы можете позволить жене знать и рассказать ей, каковы ваши проблемы, и не делать так, чтобы все разочарование распространилось на все остальные сферы. О чем должна быть осведомлена жена? Ну, первое, о чем следует знать, это жалобы. Жена должна знать о жалобах. Я думаю, что жалобы — это просто естественно для женщины. И мне нравится это, мне нравится то, и... И мы хотим создать такой дом, куда они захотят прийти. Мы хотим создать такой дом, что они захотят защитить. И часть нашей задачи, как помощница, сохранить эту атмосферу мирной и гармоничной. И следующее, что я часто вижу в жизни женщин, которым я служу. Второе, о чем следует знать, как в качестве жены. Когда вы не позволяете мужьям, либо оставляете мужей за пределами тех ситуаций, о которых им следовало бы знать. И это ситуация, которая произойдет в жизни женщины, которая любит Бога, и в сердце она подчинена. И я знаю женщин, которые на самом деле подчинены были своим мужьям в своем сердце. Но в результате был такой эффект, такое последствие, поскольку она не рассказала ему о том, не рассказала то, что ему следовало бы знать. Возможно, это сын, который не сделал домашнее задание. Поэтому мама сама начинает справляться с этим. Очень часто я вижу это в той школе, где я работаю. Я бы лучше всякий раз говорила с отцами, с отцом. Потому что очень удивительно, если отец будет знать, что сын или дочь не справляются с заданиями домашними, то он эту проблему решит. И это не те женщины, которые не подчинены. Просто они решают все сами. Иногда это из-за того, что женщина сама не справилась со своим страхом власти. И страхом перед властью. И поэтому она боится, что ее муж будет слишком таким... Мерзким. И как бы, если он применяет насилие, то с этим мы должны справляться. Но я не говорю о тех, кто насильнически настроены. Но я говорю о женщинах, которым трудно отступить назад и позволить папе быть папой. И однажды был такой пример в одной семье. Когда жена, не зная того, что она делает, она стала как бы стеной, сама стала стеной, воздвигла стену. Эмоциональную стену между мужем, между отцом и детьми. Всегда она была посередине, пытаясь объяснить ситуацию. И поскольку ее муж был очень таким жестким, она просто не позволяла тому, чтобы муж непосредственно с детьми разбирался. И снова, я не говорю о жестоком мужчине. Но тот муж в том случае был очень таким прямолинейным, очень прямым, откровенным. И все ее дети завершили тем, что у них такое поражение было в жизни. Разрушенная жизнь у них была у этих детей. И они вызывали об этих отношениях, чтобы у них были налажены с отцом. И поэтому жена должна быть очень осторожна, внимательна в том, чтобы она не становилась посредником, не становилась соперником отношений отца с детьми. И поскольку некоторые из вас разведены, возможно, у вас есть дети, я не знаю. И очень трудно сказывается на детях, когда родители сдаются. И, допустим, очень часто вы так, вы мама, у вас остались дети, и вы наблюдаете за этими и видите их боль. Есть, конечно, различные ситуации. Иногда отец просто исчезает. Иногда просто так заезжает, иногда, из-за ветка. И можно сказать, такое искушение возникнет собрать своих маленьких курочек или своих цыплят маленьких вокруг себя и как бы попытаться их укрыть, скрыть. И если этот отец на самом деле придурок, то, возможно, вы захотите оградить его от тех обид, той боли, через которую пришли вы. Но дети все равно нуждаются в своем отце. Даже если он придурок. И если так есть, то они должны сами это увидеть. Я видела, наблюдала такое напряжение многих лет. Если отец исчезает, и ребенок так его никогда больше не видит, то у ребенка такая постоянная боль возникает, что где мой отец, где мой папа, куда он исчез, в чем проблема во мне была, и почему я его больше не видела. Либо же ребенок что делает, он начинает придумывать себе такого принца очаровательного, такого красивого, сильного, как отца, в качестве отца. Это тоже плохая ситуация. Затем я видела другие ситуации, когда отец не просто уходил на себя, но он постоянно как бы заезжал и продолжал еще как-то там, продолжал расстраивать детей. Ни первая ситуация, ни вторая ситуация не является хорошей. И если вы в этой ситуации, либо вы служите кому-то, кто в такой ситуации, то вы должны пригласить Духа Святого и спросить его, какой будет самый лучший вариант для этого ребенка. Потому что благодать Божия все так же присутствует, в этой ситуации для этих детей. И хотя та семья, которая вам рассказывала, там было трое детей, и у всех у них была жизнь вообще в беспорядке полном, я все еще вижу, как благодать Божия действует в этой ситуации и восстанавливает все. И нет никакого беспорядка, который бы Бог не смог бы исправить и перевести все в порядок. И в качестве женщин мы не хотим становиться препятствием или становиться между отцами и детьми. И это может быть даже более сложным с моей точки зрения с точки зрения матерью, которая есть сыновья. Несколько, когда сын начинает расти, созревать, становиться зрелым мужчиной, то он больше не является самой маленьким мальчиком. И поэтому некоторые из тех конфликтов, которые у него могут возникать с отцом, могут быть тоже очень болезненными. И у мамы такая, короче, тенденция всегда наблюдается. Быть дипломатом, одной стороне объяснять, второй стороне объяснять ситуацию. Это плохо, это нехорошо. Потому что они должны сами прийти к пониманию. Поэтому не оставляйте мужа за пределами какой-то ситуации, но продолжайте его информировать. Третье, чем должны быть осведомлены жены, это как быть внешне в подчинении, но внутри неподчиненные и манипулятивные. Я могу говорить все хорошие слова, все правильные слова, и все будет по-моему. Я была благословена таким мужчиной, которым трудно манипулировать. Я встречала таких мужчин, у них, можно сказать, на лбу написана такая табличка, манипулируй мной. И у меня просто искушение такое возникало. И я говорю это очень серьезно и учу женщин в нашей церкви. Что манипуляция — это грех, и это дает место колдовству. И обычно кто-то манипулирующим был — это Изавель. Типичный пример, который мы рассматриваем. Получается, ее муж Ахав злится за то, что кто ему не продал виноградник? И он обращается своим лицом к стене и говорит, не могу я получить свой виноградник. И Изавель говорит, о, дорогой, милая, я пойду приобрету этот виноградник для тебя. И она лжет, она убивает, и таки заполучает этот виноградник для него. И мы не должны в таком направлении двигаться. Но, получается, мы сделаем так, чтобы было по-нашему, и сделаем так, чтобы он думал, что это Бог ему говорит. И вы знаете, идете вы, допустим, машину покупаете, некоторый выбор, который предстоит перед вами, такой стандартный, такой банальный выбор. Я думаю, что манипуляция — это тоже стандартный выбор, стандартный вариант в отношении особи женского пола. И нам манипуляции не надо учиться где-то. Посмотрите на маленькую девочку. Она учит мигать, подмаргивать, красивенько выглядеть, быть, как бы сказать. Это не хорошо. Это не есть хорошо. Однажды в нашей школе, получается, девушка, она из христианской семьи пришла. И она хотела что-то получить от своего отца, и она говорит, ну, я знаю, что надо делать. И я спрашиваю, что? Она говорит, используй свои женские штучки. Я была в шоке. Затем я лучше познакомилась с ее мамой, и я поняла, где она этому научилась. И я говорю, дорогая, это грех. Мы не должны использовать наши женские штучки, чтобы было по-нашему. Мой муж является моим покровом. Когда я пытаюсь маневрировать им, для того, чтобы получить, что я хочу, можно сказать, и тогда я упустила благословение Божие. Я думаю, что часть этого возвращается к нам, в Гардах Едена мы были ко-регентами с Адомом. Мы прожили с Адомом в Гардахе. И снова это возвращается к Эдемскому саду, когда мы были со-коллегией, или, можно сказать, с правителями, с Адамом в саду. Правили вместе с ним. Якова, 3 глава. 13 стих. Якова, 3, 13. И это то, что меня очень беспокоило. Я приняла решение не применять какие-то манипуляции. И это такое ощущение складывается, даже когда читаешь книгу из Сфирь, читаешь книгу из Сфирь и думаешь, так это же манипуляции. То есть она пир этот сделала, приукрасилась, макияж. Почему это нормально было? Я спрашивала Бога, в чем разница между мудростью и манипуляцией? И он ответил, что все дело в состоянии твоего сердца. Хочу ли я по-моему, чтобы было по-моему, либо я хочу, чтобы было по-божьему? Допустим, если у меня есть какая-то просьба, о чем-то мне следует поговорить, хочу поговорить. И моя мать научила меня, не надо сразу бросать все свои проблемы своему отцу, как только ты входишь в дверь. Дай ему шанс расслабиться. И это не есть манипуляция. Это уважение и мудрость. И это все дело в состоянии вашего сердца. Я люблю это. Верс 17 в Джеймс 3. Иакова 3.17 Мудрость, исходящая свыше во-первых, чиста, потом мирна, скромна, либо мягкая, нежная, и также послушливая, которая желает отдать, как бы сдаться. Милосердия, добрых плодов, без пристрастности и без лицемерия. Это мудрость. Если мое сердце находится в таком состоянии, тогда я не буду манипулировать. Конечно, это относится и к Нему. Ага, понятно. И получается, мудрость, которая сходит свыше, она легко идет на этот мирный договор. Она не пытается ухватиться за свое. И также мы не можем перейти дальше, не коснувшись вопроса развода. Если большинство из нас не разведены, то, по крайней мере, имеем отношение к этому. Если вы прошли развод, то вы знаете эту боль. Мне было 30 лет, когда мои родители развелись, и все еще мне больно. И Писание говорит, что Бог ненавидит развод. И очень важно понимать, что Бог не говорит, что Он ненавидит разведенных людей. Я думаю, что Он ненавидит развод из-за той всей боли, к которой это приводит. Если мы понимаем завет и силу завета, тогда мы поймем также силу вообще разбитого завета. И те из вас, которые имеют отношение к разводу, очень важно пригласить благодать Божию, чтобы она исцелила эти сферы. И мы не можем игнорировать тот факт, что в нашей жизни было это сокрушение. Мы признаем эту сокрушенность. И затем мы идем к целителю и говорим ему, что мы нуждаемся в исцелении. И если у вас есть дети, то также просите Его, я хочу исцеления, чтобы было у моих детей. И благодать Божия также в этой ситуации будет. И последнее, чем я бы хотела сказать очень просто. Когда мы смотрим на супружеские взаимоотношения, то ожидания очень важны. то, что я ожидаю от своего брака, от своего супруга, супруги, очень повлияет на мое отношение. Поэтому я хочу, чтобы у меня были истинные и реалистичные ожидания. Я не ожидаю сказку. Я не ожидаю, что мы будем любить друг друга, а потом будем навеки сидеть при закате солнца. но мы будем счастливы навеки благодаря Иисусу. И я ожидаю, что у нас будут трудности. И когда у вас такой период жизни, что все очень прекрасно, замечательно, вы как бы даже вы вне себя. И не ожидайте, что это будет длиться вечно. И будут другие сезоны, периоды жизни, трудности. И даже когда трудности придут, они тоже не будут вечными. иметь реалистичные ожидания от своего супруга, супруги и от себя. Это очень важно. Не ожидайте, что вы будете идеальной женой. Не отдавайте это копье, как сказать, такое копье в руки врага. Такую палку, потому что этой палкой он вас побьет. А когда вы не являетесь идеальными, то идите к Иисусу и исповедуйте это. Также не ожидайте от супруга, что он все это будет делать и делать правильно. Поскольку, если у вас реалистичные ожидания, когда вы там что-то натворите или он что-то натворит, то просто сказать, ладно, хорошо, поднимаемся, идем дальше. Если у вас нереалистичные ожидания, о нет, 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 все разбито, разбито, никогда больше ничего не восстановится. Поэтому реалистичные ожидания очень важны. Можно сказать, ожидания не будут противодействовать тому, чтобы трудности вообще никогда не пришли. но вы будете лучше подготовленными для того, чтобы справиться с проблемами. мы помолимся, отец, спасибо тебе, что у тебя есть план для брака, и у тебя есть план для семьи. Поэтому мы приходим к тебе как несовершенные люди. Но мы, отец, желаем тех браков, которые будут пощечением для тебя. И мы просим об исцелении всех тех мест, где были разбитые взаимоотношения. И мы ожидаем лучшего в будущем. Потому что кровь Иисуса говорит о лучшем. Кровь Иисуса говорит о лучшем. Поэтому мы ожидаем лучшего. Аминь.